Добро пожаловать на мой YouTube-канал, с вами Самира Мун, не забывайте подписаться и поставить класс этому видео. Всем хеллоу, у меня так отросла стрижка уже, чёлка. И что, подождите, а куда мне выходить? Я приехала на Удельную, где, что, подождите, очень много людей. Мы должны встретиться с Аней и пойдём искать сокровища. Только я сюда приезжаю второй раз и нифига не понимаю, куда мне выходить. Ладно, выйду пока на улицу, чтобы что-нибудь вам сказать. Ой, тут цвет лучше намного. Вот, при этом, Свете, покажу. Вчера делала укладку с диффузором. Вчера было симпатичнее. Но вот сложность вся таких текстурных стрижек, что голову нужно мыть и укладывать перед выходом, чтобы это смотрело симпатично. А когда ты помыла голову, легла спать, пожила жизнь, всё выглядит уже как-то не так. Не знаю, если что, заколю крабиком, взяла с собой. Но в целом мне вроде нравится. Хотя, говорю, вчера было текстурнее и симпатичнее. Жду Аню, пойдём на Уделку. Кто не знает, Уделка это в Питере. Такой рынок. Там есть часть рынка, получается, где просто всякая китайская, ну как, ширпотрёп, так назовём. Просто обычные вещи, как на любом рынке. Плюс дальше есть, как, типа, скажем, блошиный рынок, где продаётся винтас. Что-то старенькое, имеющее историю, но при этом может быть очень топовое и интересное. Ну это вообще такой, знаете, мне кажется, максимальный питерский вайб. И те, кто шарит, могут очень многое там найти классного. Пустим, свой горнолыжный костюм. Я брала там фиолетовый, при том, что за очень приятную цену, по-моему, 1300, что ли. При том, что Виталий заплатил 1500. Потому что, ну, реально костюм был классный и цена очень недорогая. А что я ещё покупала? На Уделке, вот точно я покупала горнолыжный костюм. Очки покупала. Ну, короче, что-то по мелочи. Вот сегодня я хочу посмотреть себе тренч. Я в поисках идеального тренча, именно, знаете, с винтажным вайбом. Потому что у меня есть тренч неплохой, достаточно актуальный, красивого цвета. Всё новенький, купленный в Зарине. Но немножко вот как-то не тот фасон. Мне хочется всё-таки... Мне хочется другой, короче, фасон. Потому что у него какие-то коротковатые рукава. Он какой-то куцый на мне. То есть я когда его подпоясываю, я как-то смешно выгляжу. То есть я не чувствую себя в нём классно. Он неплохой, красивый, но вот не по мою душу, так скажем. Я, короче, в поисках себе классного винтажного тренча. Поэтому надеюсь, что сегодня я его найду. И как раз свой тренч из Зарина я перепродаю. Он в идеальном состоянии. Я его не так много раз одевала. Поэтому если к выходу видео у меня ещё его не купят, обязательно пишите. Скину фотки и так далее. Питер самовывоз. Либо могу отправить доставкой. Ещё, конечно же, минус данной стрижки. Это Питер со своей погодой, с ветром и так далее. Как бы ты это симпатично не укладывала. Просто выходя на улицу, ты становишься похожа на какое-то чмо. Но я, честно, без Ани, мне кажется, заблужусь. Ну и вообще, я только с Аней ездила сюда и с Виталией. Поэтому жду её. Пойдём, наверное, возьмём кофе. И я вам подсниму, в общем, что будем видеть. Примерно по ценнику вас сориентирую, по ассортименту. В общем, проведём вместе с вами сегодняшний день. Ну и плюс, да, для многих из вас что-то, может быть, будет интересное, актуальное, полезное. Чтобы вы примерно понимали, что тут можно найти. Блин, сразу сори за звук. Не знаю, как лучше снимать с микрофоном. Потому что я иногда микрофон слишком близко подношу. И получается тоже не очень хороший звук. И очень часто пишут в комментариях по звуку. Не так легко его регулировать. Особенно, если ты снимаешь вне дома, где улица, шум. И где-то лишний раз я микрофон ближе подношу, чтобы меня было слышно. Потому что внешне кажется очень громко. Вот, поэтому сори за звук. В общественных местах, где-то на улице, он будет, наверное, всегда не супер качественный. Дома, конечно, я уже максимально изолирую всё. Ну, типа даже сейчас, да? Дома изолирую всё для того, чтобы звук был более чистый. И там я пишу без микрофона, чтобы не было вот этого вот... Вот этого вот... Чу-чу-чу-чу-чу. Вот этого вот всего. Не знаю, сейчас, если я сниму тоже наушники, буду снимать без них. Возможно... Возможно, будет тоже не очень по звуку. Короче, не знаю. Если что, не орать в комментариях по звуку. Так, знаю, что не всё идеально. Ну, как можем, как можем. Ещё раз. Аня скажет, что могу пробовать тату. Ну да, Макита, это смешно. У нас типа бусики серые, кофе. Мне очков не хватает. Короче, зашли с Аней за кофе. Аня бьёт трав. Я куплю пушину. Кашка, ладка. Умпакинг. Это важно. Это очень важно. Нет, вид тут симпатичный. Сейчас покажу. Вот так вот. Только очень душно. Ну, мы сейчас быстренько засладимся и пойдём. Метро было в той стороне. Мы уже выпили кофе. И вот как раз идём... Та сторону. Оооо. А что случилось? Мужчина, потому что переход был. Ааа. Ну вот, короче, мы заходим. Получается, вот эти первые ряды, это просто китайский шмот. Ну, типа обычный рынок. А дальше правильно выразилось, типа блошиный рынок? Ну. Можно так это назвать? Чем ты дальше, тем более блошиный рынок. Там на полу, да, начинается торговля за 25 рублей. Сейчас сначала идти. Чистая Алишка. Алишка. Чистый Китай, Алишка. Ну, мы идём сразу там, где винтаж. Так, ну тут есть павильон. А, слева. Слева. Слева, там чуть-чуть подальше. Кромкий радиоприемник. Корпусы начинают, можно уже по... По винтажу. Как раз тут ещё есть планета секонд-хенда. Аня мне рассказала о этом удивительном месте. И там очень много можно купить классного шмота за недорого. А, ну тут, в основном, такие пацаны-то шмотки, типа рубашки, ветровки. А, ну тоже прикольно. Очень нормальный, да. Тебя, это корпус. А на тебе что-то есть с планеты секонд-хенда? Это планета секонд-хенда? Сколько он стал? Рупей. Семьсот. Нормально, да? Ну там средний прайс, где-то семьсот-восемьсот как раз на пиджаке, потому что у меня один за тоже семьсот или восемьсот, а другой за четыреста, потому что... В какие дни там, Аня, вот эти скидочки? Вторник? Вторник заканчивает... Четверг? Нет, у нас, по крайней мере, сектор на районе, у них завод сидит раз в месяц или чуть реже, и чем ближе к концу, тем деща в лицо начинается. У нас вот так. Если что, это сеть по Питеру, они есть везде. Планета секонд-хенда. Вот, один у меня пиджак вообще за четыреста рублей. А, ну вот мы и зашли. А, ну хотя нет, вот тут будет китайская обычная, да. Мы там. Мы, кстати, в этом, по-моему, одели, Виталий брали этот костюм. Такой, типа... Там куча баладских. Да. Там куча баладских. Баладские виды. Здесь много костюмов горнолыжных лежит. Начался дождь. На меня вообще напиздил какой-то тип. Говорит, ну снимать. Надеюсь, это был единственный такой комментарий. Вот, кстати, вон еще горнолыжные костюмы. Короче, мне понравился такой вариант. Тысяча рублей. Мы сейчас еще пройдемся. Если я ничего не куплю, я бы себе такую взяла. Подходишь, достаешь тут. Аня нашла джимучу. Да, я почти уверена на сто процентов, что настоящий. Тут все ровненько. Да, очень хорошо все сделано. Кожная подошва и дорогой накат поставлен незаметным причем. Они, кстати, выглядят прикольно. Вот они зовут. Да, нормальные. Классическая форма. Чуть-чуть походила, баба. Там свежу пальчики. Я нашла обалденную юбку. Нам тут предложили классную сделку. Я заставила Аню искать, потому что одна юбка 500, а две 800. Сейчас вам покажу. Классно, что зеркало чистое. Аня купила просто обалденную кубку. Как она вышла? Нет, вот капюшерик стоит. Пятерик. Но она просто... Постоящая коза. Аня потом примерит, покажет? Да, я готова примерить. И там Аня жила черную юбочку. Себе и я черную юбочку. Топ, что делать? У тебя что-то блестящая... Ай, ладно, меня называют эгоисткой. Мне кажется, вообще топово тряпицу. как пиджачок. Блин, блестит как будто после дождик. Вот где-то все очень будет аккуратненько лежать, и вас проконсультируют, а где-то будет все накидано. Короче, я не говорю, что тут много всегда выбора баварской, да, вот этой вот эстетики. Там есть ключи-то рубашки. Мы нашли для меня шубку. Выглядит очень классно. Мне нравится. Вообще невероятно. А сколько это стоит? Мне надо. Вот такой свитер мне тоже нравится, батя. Мне тоже такие нравятся, но этот отправили меня в машину, надо пасить. Короче, мимо шмоток тут может быть и мебель, и всякие вот. Вот такое вот всякое. Мадам Брошкина. Ну да. У меня еще сиренечка. Было бы куда-нибудь, купаешь любую меховушку и делаешь вот такую шапку. Блин, слушай, выглядит супер. Аня мне бордовую предлагает. Блин, Аня, может сколько стоит? Афачки. Кричневая схема. Кричневая схема. Кричневая схема. Кричневая схема. Интересно, а тот мужчина, который продавал нам очки работает? Полирует? Вот, смотри, какие посвеченники красивые, золотые. Кричневая схема. Вот, кстати, мне еще вот такой антишток нравится. Синсуэринг? Угу. Что тут есть? Вот тут все есть. Слушай, у нас забыть этот прибор, видишь штопор, видишь мишки. Вот такой фотик я тут купила за 25 рублей. На распродаже тут еще есть пластинки. Угу. Александр Рейхлорерг. Угнать золотой. Вместе с Probably Boy. Здоровая схема. В этом направлении. Угу. В это время, кстати, одновременно это мы можем. Ну... В нашей части, кону поездки, было, мы можем встретить такоеうんです. Угу. Скоро, у него это было да? Ну и жалко. Угу. У! А где так? Кошка, лисенок, зверь, лисенок. Все, вот тут начинаются рыночные отношения. Ань, ты все такое купила? Только хочется квартиру сразу с потолками 3 метра. Ну, либо это должен быть еще деревенский дом, как бы. Сто тысяч стоит такой саловар? Глина, камень, песок, что? Это что, как-нибудь глина? Ну да. Стопарь за Олимпиаду. Классно, посмеялась. Вот это мне нравится. Это подпитает женщину в пакете. Она любила собачьи. А не, я как дурашу. Вот так. Ну, мы эту сторону пойдем, потом завернем. Ну, ладно, тут можно смотреть. Ну, куда не углубляйся. А то, наверное, еще порядок мировой. Мы не запутаемся навсегда. Пугается. У всех, да, была такая переменница, уаферница. А ты знаешь, что на ней, по-моему, даже рецепт написан, как надо делать? Да, это вообще вкуснятина начинается самая. Горно. Горно. Она успела. мы оттуда вышли и дошли до посуды украшения 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 так мы решили продемонстрировать вам сами наши покупочки около перехода антураж мои покупочки покупочки они давай демонстрируя свою курточку юбочку я прикину прибарахлились сочетается тем что ты одета мне нравится я искала что на кайли minogue из клипа цвет просто нереально подставьте пожалуйста так что аня у вас еще покажите юбка данного акция 400 рублей h&m тем более h&m для нас уже она классная ты стаскаешь и до и после короче моя таки ему знаешь что торговать тут будет встали все таки уходят смотрят ваш что они тут делают а антисанин если ты как-то блин на фронталку как будто мутно а повесь ее под худи приложи под худи будет лучше видно да а сверху свою пути накинь вот как будто бы ты уже в ней ветер дует дождь идет так главное что она с атласным рисунком вот здесь мне кажется прогресс соу саша что клетку По ощущениям, нет. А, что она типа тёплая, как фланелька. Но не фланелька. Нет, да, хороший цвет. Хорошая, но бровь тут немножко грязная. Но это нормально. За такую цену допустимо, да. А, кстати, давай по ценам скажем, что было. Сколько стоила твоя, получается, куртка? Моя куртка. Вот эта куртка, она из кожи, и поэтому стоила пятёрик. Наши юбки две мы купили чёрные за 800. Потому что их две. Твоя рубашка 700. Вполне достойно. Хорошо выгорела, да. У тебя не капает? Капает. Короче, да, рубаха 700, но они в среднем там от 350. В зависимости от качества, от отдела и от качества. Ой, у меня, конечно, больше мокрого. А ты идёшь, да, под крышу? От качества чего? Ну, визуально, чтобы она была... Ну, короче, облезлые в катышках стоили еще, блядь. Без катышек менее облезлые, но с пятном 700. И они потеряли свою вещь. Последняя покупка не может. На улице ночился, а вообще какая-то жопутая на апокалипсис. А я не тебе это говорю. Да, вот Саша еще купила тренч. Нам очень понравилось, как это все сочетается еще с ее образом сегодня. Да, в это время на улице апокалипсис начинается. Так, за 2000 мы взяли. Мне было... Ой, даже я чуть сильно увеличиваю. Мне было важно вот этого. Но он выглядит прямо хорошо. Он такой вот укрепленный. Да, было много осмотрен от ренча. Это лучший вариант. Ой, надо забрать еще пакет. Ой, жесть. Как мы вовремя под крышей оказались. Блин, там только что лежал мой пижак. Все, сумка мокрая. Ты про тренч все рассказала? Вроде бы да. Ну, короче, мы это не видим. Тут люди начали собираться просто вокруг. Мне кажется, они думают, что мы продаем наши вещи. Ну, клевые, мне нравятся. Я от него получила вообще такое же удовольствие, как от своей куртки. Красиво. За два косаря вообще бесплатно просто. Короче, пишите в комментариях, как он нашел. Во всяких типа с Selected Second Hand'ах такое за пятнашку продаются. В сути, особо умные. Можно не к тобой одеться. Рядом с каким-то инвалидом, который мочалки вяжет, блин. Я ничего не слышала. Аня просто бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Да, мне нравится, что дяденька мочалка полетет. Это очень-очень все как-то доски. Аня, мы с тобой сидим очень часто гуляем под дождем, да? Помнишь, мы в Выборг ездили? Ой, куда мы ездили? В Гатчину. Ну да, там где этот красивый маленький дворечек. Да-да-да. Да, да, мы там под дождем сидели бы не любовали. Ну, а что? Поехали кушать, отмечать наши покупки во Фрэнс. Мы заказали вот это, а они еще Цезарь. Аня очень счастлива. Я тоже хочу есть. Я тоже. 20-25 минут. Я думаю, это придется. Много? Я думаю, быстрее. Ну да, яйцо, драник, бакон. Я думаю, что у них названо все из каких-то эпизодов. Сразу вспоминаешь, про что там все было. И хочется пересматривать. Аня мне отдает свой хлеб. Не знаю, съем я его или нет. С помидоркой. Короче. Это американский завтрак. Тут получается завтраки весь день. Что тут? Какой-то джем. Масло. Тосты. Колбаски. Бекон. Яйцо. Два. И там под низом этот... Как он называется? Вот так. Как Аня сказал. Надеюсь, я слышу. Еще взяли американу. И приступаем к еде. Все. Я домой со своими покупками. Такой у меня с ним был outfit. Все подписываемся. Ставим класс этому видео. И увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.